И сегодня обсуждаем очень актуальную тему про здоровье. Наш эфир начался с того, что я просто чихнула, а вот Леша уже испугался и начал надевать маску. И подумал, что я заболела. И это на самом деле неудивительно. Ведь сейчас то и дело. Школы на карантин закрывают, коллеги уходят на больничные. Кажется, что все вокруг болеют. Но так ли это на самом деле? О ситуации с ОРВИ в регионе мы поговорим с Раисой Косаревой, начальником отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Доброе утро. Конечно же, всех наших телезрителей волнует вопрос. Можно ли считать ситуацию, которая сейчас нас окружает, эпидемической? Да, эпидемия началась на прошлой неделе. Было зарегистрировано свыше 36 тысяч заболевших ОРВИ, жителей области. И эпидемические пороги были превышены в целом по населению на 24%, особенно среди школьников, где уровень заболеваемости прирос за неделю почти на 70%, а пороговые показатели превышены на 42%. Серьезные цифры. Да, очень устрашающие цифры. Скажите, при каких условиях закрывают отдельно классы или закрывают всю школу на карантин? Ну, условия, регламентированные действующие санитарными правилами, при отсутствии по болезни 20% учащихся, это может быть по классу, по параллели или по школе, администрации школы принимается решение о приостановлении учебного процесса либо перевода детей на дистанционное обучение. Хорошо, будем иметь в виду. Но самое главное, как же обезопасить своего ребёнка? Может быть, на время эпидемии стоит как-то сократить посещение? Да, оставить его лучше дома, может быть. Обязательно. Но в первую очередь касается тех, кто заболел уже. Ни в коем случае не надо отправлять больного ребёнка в организованный коллектив и самим при признаках заболевания обращаться своевременно за медицинской помощью. От этого будет зависеть исход заболевания, да? Быстрее человек выздоровеет и меньше заразит окружающих. Ну и самое главное, меньше бывать в людных местах, по возможности не пользоваться общественным транспортом, если есть такая необходимость, пользоваться масками, больше бывать на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, не забывать, что мы заражаемся при общении с больными людьми, и с признаками заболевания через воздух, при кашле, чихании. Поэтому надо защищать нос, рот и не забывать то, что инфекцию можно занести с грязными руками. Поэтому самим регулярно мыть руки после посещения массовых мест, после контакта с больными людьми и учить этому детей. Вот скажите, в прошлом году тоже же была эпидемия, и вот все болели. В этом году хуже или всё-таки пока не достигли мы того уровня? Мы чуть с опозданием идём параллельно, так скажем, к прошлому году, но я думаю, что в ближайшие уже две недели мы будем максимальный уровень заболеваемости регистрировать, а потом я надеюсь, что всё-таки пойдёт на спад. Но сейчас находится в самом, так скажем, разгаре ситуации, поэтому максимально обезопасить себя от контакта с больными людьми и своевременно обращаться за медицинской помощью. Так, значит, спад заболеваемости примерно через 2 недели продержаться, и всё будет хорошо. А давайте ещё назовём для всех телезрителей симптомы минимальные, с которыми лучше уже оставить ребёнка и самому остаться дома. Какая температура может какая? Учитывая, что сейчас уже активно циркулируют вирусы гриппа пандемического и гриппа B, но и есть другие симптомы, в принципе, они схожи с РВИ, то есть повышение температуры любое, слабость, вялость. При гриппе появляются катаральные явления на второй-третий день только, поэтому повышение температуры, жалобы со стороны ребёнка, всё это должно насторожить. Общее ухудшение состояния, ну, естественно, сопли, кашель и так далее уже, одышка. Это уже яркие, самые явные признаки. Да, когда уже давно надо было обращаться, наверное, за медицинской помощью. Хорошо, спасибо большое. Будем надеяться, что все мы будем здоровы, и спасибо, что поделились с нами вот ситуацией, которая происходит. Теперь мы все знаем. Спасибо. С нами в этой студии была Раиса Косрева, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Продолжение следует...